Вот это вот Сергея Слева. В прошлом году ни одна не зашла. Я к чему это говорю? Существуют какие-то факторы, которые мы не можем повлиять. Во-первых, еще раз, мне говорят, с чего начинается. Уже два человека в последнюю неделю обратилась с этим вопросом. У меня близкий грантовой вод. И что делать? Ну, я опять в холмы, можем поднять до метров, правильно? Насколько близкий? Как вот можно советовать? Нет, кто-то же знает уже. А кто-то не знает, но у него колодца нет. Он потом будет много лет пытаться вырасти груши, гибнуть будут априкосы. Еще раз говорю, ребята, садите те, где корни поменьше. Слева посадили. Пока она растет, может дать отводки. А может, если два-три метра, может и хватит места корням. Раз. А потом приведет на нее абрикосы. И вот в том самом месте, где казалось бы, абрикосам делать еще, а вас будут. А вы скажете, а вы же сами учили, абрикосы себе плохо проживаются. Извините, это направление вы будете. Первое поколение. Плохо, второе лучше. Ну, зачем был на болотаре? Ну, что я могу сделать? Вот. В детстве так же вишни. Вишни прекрасно в сырых местах. Почему? Они поэтому отводки дают. Все, что это отводки, оно предназначено для мест с близким залеганием грунтовых вод. Потом, может быть, ниже. Я просто боюсь, успею ли я все рассказать или нет. А пока так получается. Там, где близкие грунтовые воды, вы можете посадить. И ни одна костика не взойдет, ни одна семечка. А вы же знаете, где эти грунтовые воды. А он знает, вы не знаете, а семечка знает. И не буду я сходить, у меня все равно смерть грозит. Вот это вот надо иметь представление. Груши, абрикосы шансов меньше. Яблони больше. Вот. Ну, кое-что еще ниже посмотрим. Докуда успеем. А это на второй год. Вот. Что мы не умеем потерифицировать? Умеем. Вовремя, вовремя. Нет, на нее взошло. Вот. Ну, второй год, как полезло. А это гримаса судьбы. Вот. Теперь еще. Значит. Это моя, моя абрикоса. Нижние ветки отсохли. Это неизбежно. Видите, спрашивайте. У них не хватает. Они еще пытаются. Вот видите, пошел побег из ничего. Это тот самый божественная клетка, которая имеет и корни, имеет и крону. Но, в принципе, они были сухие. Живые ни одну не отрезал. И эту не отрезал. Мне нет в нем ненависти, как у этих удачных фей, которые просто... Ну, случайные люди. Вот. Ну, и когда я отрезаю, я оставляю вот так. Никаких ран на кольцо. Придет время, все будет переосмысленно. Во всех учебниках раны на кольцо. Кроме меня. И вот эти ветки, которые ни хрена дерево не погубят. Главное, раны, которые уже будут в два раза больше. И уже нет возможности. А еще иногда бывает, что вдруг на этих участках, у меня много таких фотографий, еще и пошли побеги. И такие они безнадежные, вроде мертвые. Еще раз говорю. Отрезаете, вот так оставляете. И не задумываясь. Чик-чик-чик. Вот. Пойдем дальше.